Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья! И сегодня я вам покажу, как вкусно и просто приготовить рыбные стейки. Ну что, вперед! Итак, наши ингредиенты. Вот у меня есть стейки, это семга. Но здесь может использоваться любая морская рыба, стейки, желательно, потому что... Ну хотя можно и филе мариновать. Вот семга, хотя могла бы с таким же успехом быть форель и другая рыба. Кусочек сахара, рисовый уксус, соус тарияки, соевый соус. Вот этот острый соус, перечный, как он называется-то? Фиг его знает, короче, как он называется, но он острый, сил нет. Все, и самое главное у нас при готовлении стейков, один из самых главных моментов, это грамотно замариновать рыбу, чтобы она напиталась вкусами вот этих вот наших всех ингредиентов. Ну и в дальнейшем приобрело определенный такой вот восточный вкусный аромат. Что, давайте будем сейчас с вами готовить нашу с вами заправку, то есть маринад. Так, у нас вот есть соус тарияки, он содержит сахар, ну и очень в восточной кухне часто для маринадов применяется. Мы его добавим в наш маринад всего ложечку, столовую ложечку, сейчас я возьму ложку. Много добавлять мы его не будем, он густой, концентрированный, сладкий, достаточно. Все, прям добавляем соус тарияки. Так, соус мы добавили. Дальше, следующий ингредиент, который мы будем добавлять, это мы будем, так как соус тарияки достаточно густой, мы сюда еще добавим смело и соевого соуса. Значит, на одну ложку соуса тарияки я добавил 3 ложки соевого соуса. Вы не думайте, что это будет много, это нормально. Солить мы рыбу не будем, потому что соевый соус сам по себе соленый. Так, теперь я добавляю сюда кусочек сахара или одну чайную ложку сахара. Также можно добавить сюда и мед. Ничего страшного и плохого в этом не будет. Все, добавляем, размешиваем все. Несколько, ну пол, наверное, ложечки рисового уксуса. Сбалансировать нам нужно вкус. Сразу добавляем сюда. Вот я прям, вот. Все, отлично. Больше не надо. Он тоже имеет достаточно агрессивный вкус. Некоторые добавляют еще и рисовое вино. Это по классическому рецепту. Но рисового вина у меня нет. Обычно говорят, если нет рисового вина, добавьте простое сухое вино. И сухого вина у меня тоже нет. Теперь для остроты я вот этого томатного острого чили добавляю. Который я купил. Немного, а то будет очень острый. Если у вас его нет, то смело сюда можно добавить и просто перец чили мелко покрошив. Все, перец чили мелко покрошив. Практически маринад наш с вами готов. И я сюда всегда добавляю часть, ну то есть ложечку, столовую ложечку подсолнечного масла. Ну если есть, можете добавить масло оливковое. Тоже неплохо. Все, добавили, размешали. Теперь мы с вами нашу рыбу кладем в какую-нибудь емкость. А, еще, еще. Здесь вы можете ароматизировать. То есть я добавляю сюда сухой чеснок. Есть сухой чеснок. Рыба очень, ну как бы, чеснок мне кажется хорошо относится. Все, добавили еще сюда сухого чеснока. Все, поперемешали. Берем емкость. Желательно, чтобы эта емкость была закрыта. Вот у меня есть такая. Я сюда уже чуть-чуть маринадика влил. Сейчас буду вам показывать. Емкость, она закрывается сверху крышкой. Это мне нужно для того, чтобы я его впоследствии, когда сюда уложу рыбу, ее смог потрясти и перемешать в нашем маринаде. Все, кладем. Тут уже я чуть-чуть налил маринадику. И прям смело туда забрасываем наш семгу. Наши стейки. Стейки должны быть разморожены. Если они не будут разморожены, то здесь будет очень много воды. Смысла в этой воде нет. Но маринад мы впоследствии выливать не будем. Он нам пригодится. И теперь прям добавляем сюда наш маринад. Все. Ну и практически половина рыбы нашей уже и приготовлена. Мы это закрываем. Закрываем. И почему нам нужна такая крышечка, которая плотная, мы вот так вот прям перемешали нашу семгу. И на 2 часа оставим мариноваться. Это и мы на 2 часа оставим мариноваться. И также будем подходить раз в полчаса. Вот так вот ерзать, перемешать. Но можно и рукой еще даже семгу перевернуть там внутри. Для того, чтобы она со всех сторон у нас прониклась маринадом. Все. Вот у нас все готово. Для дальнейшего приготовления нашей рыбы. Пока ждем 2 часа. Но если вы уж очень торопитесь, то часок. Но я все-таки вам говорю, что нужно 2 часа для того, чтобы все-таки рыба достаточно промариновалась. Ждем 2 часа и будем дальше готовить нашу рыбу. Прошло у нас 2 часа. И мы продолжаем приготовление наших вкусных стейков. Из семги. Первым делом, что мы делаем, первым делом, что мы делаем, это заводим в духовку на 180 градусов. Пусть греется. И ставим, но не на самый большой, а на средний огонь, нашу сковородку. На которой мы, соответственно, наши рыбы будем обжаривать. Вот так выглядит наша рыба, которую мы замариновали. Давайте посмотрим. Смотрите. Такой аромат обалденный. Восточный такой соус торияки. Соевый соус, чеснока. Сахаркарму сюда немного добавили для вкуса. Приступаем к обжарке. Сейчас ничего сложного нет. Обжариваем нашу семгу. Я наливаю в нашу сковороду немного, немного масла подсолнечного, обыкновенного. И туда же добавляю такой небольшой кусочек сливочного масла. Подсолнечное масло имеет высокую температуру кипения. И не даст сливочному маслу быстро сгореть. А вкус наша рыба, все равно сливочный будет приобретать. И так, газ у нас чуть больше, ну, побольше, наверное, чем средний. Но сильно тоже не нужно включать газ. И мы, ну, и не сильными, и их тоже не надо. Нам нужно, чтобы наша рыба достаточно хорошо прожарилась. Куски у нас, видите, толстые, не пожалели. Все напитались маринадом. Они уже просолились, практически готовы. И я их укладываю на сковороду. Кладу прям два. Я бы третий положил. Но, боюсь, они не поместятся. Все обжарим на хорошем огне одну сторону. Я перевернул рыбу на другую сторону. Смотрите, какой обалденный, ароматный. У нее не только ароматный, аппетитный вид. Аромат вообще обалдеть просто. Вы видите, куски они толстые. И для того, чтобы нам завести до готовности, это рыба, мы ее сначала обжарим, запечатаем вкус внутри нашего маринада. А потом, как вы правильно доказали, догадались, мы ее в духовке доведем до готовности. Все, теперь обжарим вторую сторону. Одну часть я рыбу все пообжарил. И теперь еще крайний третий кусочек прям кладу. Вот в этой емкости мы будем с вами ее в духовке доводить до готовности. Напоминаю, духовку мы поставим в 8 градусов. Рыба у нас с вами обжарилась. Вот так аппетитно она вывернет. Запаковал в фольгу. Фольгу я запаковал для того, чтобы мы туда налили маринад, чтобы он не испарялся у нас. А рыба еще у нас хорошо и протушилась и набралась еще большими соками от нашего маринада. Все, на этом сейчас мы готовы. И закладываем в духовочку на 10 минут. Очень долго рыбу держать не нужно в духовке. Я вот посмотрел, но мне кажется, 10 минут это достаточно. А вы должны смотреть на свои куски. Если они потоньше, то, в принципе, наверное, времени нужно и поменьше. Но все равно все это зависит индивидуально от каждого куска рыбы, какой у вас будет для приготовления. А так, проверяйте и смотрите. Но, когда рыба все-таки передержана, она выглядит похуже, менее сочная. Я вот всегда смотрю, как в кулинарной передаче, это прям очень сильный брак, если рыба не сочная, а сухая. А этого это сделать очень просто. Так что смотрите сами. Глянем, что с рыбой у нас. Так. Духан-то неплохой. Поглядим, поглядим. Ой-ой-ой, блин, обжегся весь. Ну, посмотрите. Песня. Я считаю, это вообще просто бомба. Весь, правда, я обжегся. Ну что, друзья мои, Господи, как больно. Приятного аппетита вам. Всего самого хорошего. Да, сейчас переверну камеру. Друзья мои, приятного аппетита. Вот смотрите, обжег все пальцы. Всего вам самого хорошего. Готовьте. Не бойтесь. Ничего страшного в этом нет. Для себя, для любимых, для близких, для всех готовьте. Потому что все-таки это радость жизни. Что у нас? Много радости, что ли? Ну, поесть одна из этих радостей. Так что, если есть деньги, готовьте. А нет денег, копите деньги. А если не копятся деньги, выигрывайте деньги, делайте все, что хотите. И еще раз, готовьте. Всем вам желаю всего самого хорошего. Ну, и самое главное, здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok